МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это проект в движении. Каждую неделю мы говорим о безопасности на дорогах нашего региона. Сегодня в выпуске. Здесь от любви до трагедии, наверное, один шаг. Кто виноват и что делать? Разберемся в причинах роста, аварийности и детского травматизма во время каникул. День Х. Советы инструктора, как настроиться и сдать экзамен в ГАИ. У многих начинает всплывать из детства, будешь себя плохо вести, вот тебе дядя милиционер заберет, а вот он, дядя милиционер. Повторяй правила. Тест на знание ПДД от нейросети. Лето. Целых три месяца беззаботного отдыха для детей. А еще горячая пора для родителей и сотрудников госавтоинспекции. Именно на этот период приходится самый большой всплеск аварийности с участием и по вине несовершеннолетних. Как уберечь ребенка от беды? Давайте разбираться. В Яковлевском районе на проезжей части произошло столкновение автомобилей Митсубиси Паджеро и электросамоката. Средством индивидуальной мобильности управлял 11-летний подросток. На самокате он ехал вместе с 10-летним пассажиром. В результате ДТП дети получили телесные повреждения. В Старом Осколе 14-летний водитель мопеда и его несовершеннолетний пассажир столкнулись с автомобилем Лада Гранта. Мопед, на котором катались дети, зарегистрирован на отца одного из мальчиков. Водительских прав у подростка не было. А это ДТП произошло уже в Прохоровке. Девочки в возрасте 15 и 13 лет, управляя одним электросамокатом на двоих, попали в ДТП и с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Подобные сводки появляются в период летних каникул едва ли не ежедневно. Дети оказываются за рулем транспортных средств, не имея ни прав, ни навыков управления. Я думаю, что стоит сказать о цифрах. Это наша трагичная статистика. 83 ребенка травмировано, 7 детей погибших. Это только за первое полугодие. Смерть одного ребенка – это уже трагедия. А это 7 детей погибли на дороге. Безопасность детей – прямая ответственность взрослых. Задача родителей сделать так, чтобы три теплых месяца не омрачали происшествия, связанные с нарушением правил дорожного движения. Только родители ответственны за то, как себя ребенок ведет. С самого малого возраста, как мы приучаем ребенка чистить зубы, нужно приучить правильно переходить дорогу. Взять ребенка за руку, идти только на зеленый сигнал. Если передвигаются на велосипеде с ребенком, то нужно обязательно спешиться. Безусловно, вот эти каноны, которые дает родитель своему ребенку, они запоминаются. И это самое лучшее приучение ребенка к правилам дорожного движения. Закон разрешает подросткам управлять велосипедами, электросамокатами, моноколесами. А с 16 лет можно легально получить права категории М, чтобы ездить на мопеде и скутере. Но насколько безопасно покупать такую технику детям? Здесь от любви до трагедии, наверное, один шаг. Любя своего ребенка, потакая его запросам, родители прежде всего должны подумать о том, к чему приведет эта покупка. Необходимо помнить, что электросамокаты и мототехника не игрушки, а транспортные средства. Естественно, когда родители приобретают мототранспортное средство, они не всегда осознают ту ответственность, которая на них ложится. И когда дети попадают в транспортное происшествие, то, естественно, родители начинают понимать, есть такое слово «если». Вот если бы все вернуть назад. Вы понимаете, назад вернуть ничего невозможно, потому что ребенок погибает. Естественно, сотрудники госавтоинспекции никак отрицательно не относятся к тому, чтобы ребенок технически развивался. Но постоянно должен расшляться контроль со стороны родителей, в первую очередь, за тем, где их ребенок проводит время, где он управляет данным транспортным средством, безопасно ли это. Если ребенок не достиг 16-летнего возраста и был задержан сотрудниками госавтоинспекции, то помимо статьи 5.35 родители еще привлекаются и по статье 12.7, часть 1, передача управления транспортным средством лицу, не имеющим права управления, где административная ответственность предусматривает штраф в сумме от 5 до 15 тысяч рублей. К трагедии может также привести элементарная халатность. Родители, храните ключи от машины и других транспортных средств в недоступном для ребенка месте. Мы прежде всего должны понимать, что ребенок должен быть занят, и в летний период в том числе. Есть много различных направлений. Прежде всего, это летние лагеря. И несмотря на оперативную обстановку, которая у нас происходит, организован вывоз детей в оздоровительное лагеря. Достаточно обратиться к своему классному руководителю. Ребенок может оздоровиться и в этот момент быть под присмотром вожатых. Далее. Всем хочу сказать, что с 14 лет можно ребенка трудоустроить, и он может пойти работать. Еще одно направление – это досуг детей. В летнее время, да, у нас некие ограничения были в связи с оперативной обстановкой, но сейчас по желанию родителей, по заявлению родителей, учреждения в дополнительной сфере, в дополнительном образовании открываются. Но и никто не отменял наши исконно русские традиции, когда детей отправляют к бабушкам и дедушкам. Это, наверное, самое приятное, что может быть летом. Легко ли сдать на права? Нет. Лично у меня получилось только со второй попытки. То, что нужно как следует готовиться к экзамену, это понятно. Но как побороть волнение? Сейчас расскажем. Экзамен для человека сильно эмоционального, это знаете, это все равно, что прийти в аудиторию, начать собирать там какую-то головоломку, и там пожар начался, а головоломку собрать надо. То есть, понятное дело, что человек начинает выбивать из колеи. Тут еще у многих как экзамен, штука у нас всегда ответственная на право. То есть, вспомним, школьные экзамены, институтские. До сих пор сняться. А плюс, представьте себе, что не просто экзамен. Рядом с вами еще сидит человек в форме. У многих начинает всплывать из детства, будешь себя плохо вести, вот тебя дядя милиционер заберет, а вот он, дядя милиционер, да? Который еще строгий, но вот так вот смотрит и что-то пишет. Плюс еще ученик стеснен очень большим количеством формальностей. То есть, у нас есть нарушения, за которые, скажем так, обычному водителю будет грозить предупреждение, ученик сразу получит 7 баллов и не сдачу. И, соответственно, ориентироваться на других водителей ученику нельзя. То есть, ему как раз важно на экзамене полностью соблюдать все формальности, хотя бы там те 15-20 минут, которые идет экзамен. И это тоже не у всех получается, потому что нестабильное психологическое состояние. Как настроиться? Сразу говорю, по своей статистике не нервничать совсем, не получается практически ни у кого. То есть, это должен быть человек очень стабильный. Хорошо, если есть, например, опыт соревнований спортивных. Потому что, по сути, свой экзамен, это даже не столько экзамен, сколько вот такой вот... Поединок с самим собой. Да, и поединок с самим собой, да. И работа на самоконтроль. То есть, это, по сути, такие вот спортивные соревнования, там, сдача на пояс, например, как у таратистов. Я вот тут в детстве занималась. У меня немножечко другой опыт. Как будто бы это концерт, я могу представить. Тут, да, то есть, на концертах, кстати, сложнее. Там еще все на тебя смотрят тоже. Да, да, да. Тут как бы никто особо не смотрит, но сзади еще и сигналит некоторые безответственные граждане на перекрестке налево. Важно научиться быстро успокаиваться. Это, в принципе, навык очень полезный, в том числе на дороге, потому что, опять же, не забываем о том, что экзамен – это всего лишь один из этапов. И после этого человек вообще поедет сам. Вот представьте, что будет если… И ежедневно придется надавать. Да. И если человек в стрессовой ситуации, окажется на дороге, что он будет делать? Соответственно, лучше научиться контролировать себя до того, как вы на дороге окажетесь самостоятельно. По подготовке к экзамену, опять же, состояние организма прямое влияет на наш результат. Поэтому мы на экзамен стараемся идти выспавшимися, сытыми, отдохнувшими. Категорически не рекомендую каких-то успокоительных. То есть если успокоительных… Да, я хотела спросить про седативные какие-нибудь средства. Ну, во-первых, больше участия за рулем, в принципе, нельзя сейчас. Во-вторых, одно дело, когда человек готовится заранее, пропивая курсом какой-то там условный глицин, например, и прочее. Тут еще ладно, он имеет накопительный эффект, за счет этого может чем-то помочь удержаться. Ну и то. Постольку, поскольку. Когда там человек, ой, мне сегодня на экзамен, закидывает экстренно там несколько таблеток, эффект может быть совершенно любой, вплоть до того, что я сталкивался… Паражный, наоборот. Да, некоторых тремор начинает колотить и так далее. То есть перегрузка по мощности, и получается вообще, что попало. Направо. Мы сейчас едем как раз по экзаменационному маршруту, да? Да, мы сейчас как раз, по сути, выполняем некоторые экзаменационные результаты. Знакомые места. Да, едем прямо на перекрестке. То есть да, вот допустим, у нас вот знак коварный, за деревом толком не виден, направление движения по полосам. Ученику его обязательно надо увидеть. Вот, потому что прямо ехать здесь можно только по правому ряду. А сейчас нам надо притормазать, да. Часто задаю своим ученикам какой вопрос. Су сладкое любите? Да. Вот я ученикам рекомендую парочку самых любимых конфет на экзамен прихватить. Потому что глюкоза у нас основная пища для мозга, плюс она усваивается, начинает практически сразу, плюс, если мы сладкое еще и любим, оно все-таки немножко поднимает настроение. Вот это, пожалуй, единственное успокоительное, которое я могу в целом рекомендовать вообще на такой экзамен. Потому что все остальное можно сделать только хуже. Правила – это фундамент дорожной безопасности. Чтобы всегда быть уверенным за рулем, не нарушать, нужно систематически их повторять. Попробуйте ответить на все вопросы. Что должен сделать водитель в данной ситуации? Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? В каких направлениях разрешено движение, если регулировщик обращен к водителю левым боком, а его правая рука вытянута вперед? Где разрешено движение транспортных средств задним ходом? Какой штраф предусмотрен за отсутствие детского автокресла в машине? Это был проект «В движении». Все выпуски смотрите на сайте мирбелогория.ру, ютуб-канале Мирбелогория и в наших социальных сетях. Берегите себя и всех участников дорожного движения. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова